МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами я, Анна Бережная. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Новинки автоиндустрии. Международный автосалон «Владивосток» проходит в приморской столице. О самых интересных новинках автосалона расскажу я, Катерина Матвеева. Неделя Победы. Как Владивосток отметил самый важный праздник страны? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чей робот лучше? Юные инженеры и программисты соревнуются на площадке Морского государственного университета. У нас в команде два программиста, и я инженер. Вот этот робот, его собирал лично я. Они мне помогали, конечно, но где-то процентов 80 в сборке робота этим занимался я. Также в выпуске гидравлические испытания стартуют во Владивостоке 14 мая. И еще расскажем, единый госэкзамен во Владивостоке в этом году сдадут более 2,5 тысяч учеников. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Место разлива нефтепродуктов в бухте Горностай обследуют специалисты администрации Владивостока. Тревожное сообщение поступило от жителей города. По предварительной информации, к побережью бухты прибило масляную пленку, загрязнены локальные участки. В воде видимых загрязнений не зафиксировано. На месте работают специалисты управления по делам ГО и ЧС. Взяты пробы для проведения анализа. Обстоятельства происшествия устанавливают. Участок входит в территорию, спланированную к развитию в интересах Тихоокеанского флота. Администрация Владивостока обратилась к руководству ведомства с просьбой в максимально короткие сроки принять необходимые меры по очистке прибрежной территории. Напомним, что в апреле специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанской. Не дожидаясь принятия мер, ответственными лицами муниципальное предприятие содержания городских территорий ликвидировало последствия разлива нефтепродуктов. Обвиняемый в организации незаконной игорной деятельности предстанет перед судом во Владивостоке. Деятельность нелегального игорного заведения, которое работало под видом интернет-кафе, пресекли сотрудники ОМВД «Приморья». Мужчина организовал проведение азартных игр, арендовал для этого специальное помещение в Первомайском районе Владивостока, где установил 16 компьютеров с интернет-программой, позволяющей осуществлять азартную деятельность. Задержанный свою вину признал в полном объеме. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следователями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке с 14 мая. Специалисты филиала «Приморская генерация» проверят надежность теплотрасс, выявят места вероятного возникновения порывов и течей, устранят неисправности. До 21 мая горячей воды не будет в части домов Первореченского и Ленинского районов. С 21 по 28 мая без горячего водоснабжения останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ФТЭЦ-1. С 28 мая по 4 июня без горячей воды останутся потребители Первомайского района, которые получают услугу от ФТЭЦ-2, а жители Советского района будут без горячего водоснабжения с 13 по 20 июня. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от Объединенной Котельной и Северная, станет заключительным этапом гидравлических испытаний. Единый госэкзамен во Владивостоке в этом году сдадут более 2,5 тысяч учеников. Запреты и ограничения на ЕГЭ остаются неизменными уже много лет. Никаких телефонов, только линейка и калькулятор. Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлены 18 пунктов. В аудиториях установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Наибольший интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает общество знания. Эту дисциплину выбирают 62% школьников. На втором месте физика, на третьем история. Во Владивостоке традиционно провели общегородские родительские и ученические собрания по вопросам подготовки к единому госэкзамену. Второй международный автосалон «Владивосток» открылся на площадке «Приморское кольцо». В этом году мероприятие проходит под шефством знаменитого токийского автосалона. На выставке не только представлены новейшие автомобили и мотоциклы, также предусмотрена и насыщенная деловая программа. На новые автомобили посмотрела и моя коллега Катерина Матвеева. Несмотря на то, что на автосалон заявлялось порядка 40 участников, непосредственно машин здесь не так много. Но зато каждая из них является флагманской моделью. Именно на них делают ставку компании-производители. За ними – будущее автопрома. Красивые девушки, зажигательная музыка и суперкары. Автосалон во Владивостоке прошел в лучших традициях международных выставок. Вот «Шкода». Швейцарский бренд представил кроссовер «Шкода Кодиак». Это первый в линейке семейный авто. Он вместителен, сюда можно поставить третий ряд сидений с множеством функций безопасности. Круиз-контролем, системой экстренного торможения и другими комплектующими. «Приморский рынок для «Шкоды» очень интересен. Не только приморский рынок, но и рынок всего Дальнего Востока. Почему? Потому что мы все знаем, что большое количество автомобилей у нас на рынке – это представители японского автопрома, в том числе и праворукие автомобили. Если берем во внимание в целом марку «Шкоду», то марка «Шкода» очень популярна на западных рынках. Это Москва, Московская область и так далее. Поэтому у Дальнего Востока очень большие перспективы. Цена вопроса от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Но это флагманская модель. Есть модели из Европы и попроще, которые с легкостью могут составить конкуренцию свежим японским машинам. Однако на автосалоне самые дорогие и самые лучшие и даже не существующие в природе авто. Один из них – компактный кроссовер Vizif от Subaru с традиционным для этой компании четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра с турбиной и гибридной установкой. Subaru Vizif является направлением, вектором Subaru. То есть это и дизайнерское решение, куда стремятся, так сказать, все линейки, все модели. То есть некоторые элементы уже взяты с этого концепта. Кара, он существует с 2015 года. То есть, в принципе, достаточно старый концепт, на который равняется Subaru. То есть этот автомобиль не имеет движения, не может двигаться. Но этот автомобиль будет иметь постоянный полный привод с электроприводом на заднюю ось, то есть чего еще нет у других автомобилей. По мнению участников выставки, будущее за автомобилями, работающими на новых источниках энергии – гибридными и беспилотными авто. В ходе круглых столов эксперты обсуждали перспективы электромобилизации региона и вопрос утилизации поддержанных машин. Мы хотим, чтобы наша выставка стала площадкой для коммуникации для компаний из стран АТР, чтобы это стало местом встречи представителей разных компаний, чтобы заключались контракты и отрасль автомобильная не только на территории Приморского края, но и на всем российском рынке росла и просветала. Помимо автомобилей было представлено и много сопутствующих товаров – масла, комплектующие, запчасти. Особенный интерес у автомобилистов Владивостока вызвали тюнинг-ателье, которые наглядно показали, как превратить свой автомобиль в машину мечты и представляли технические новинки отрасли. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Почти 30 российских вузов выставят своих роботов на первые всероссийские соревнования по морской робототехнике, которые пройдут во Владивостоке с 19 августа по 5 сентября. В частности, возможности своих роботов представят Дальневосточный федеральный университет, Московский Государственный технический университет имени Баумана, Балтийский военмех, Казанский и Кубанский университеты, а также силовые ведомства. А в эти дни во Владивостоке юные инженеры и программисты выясняют, кто лучший робототехник на площадке Морского государственного университета. Здесь у подводных роботов конкретные задачи – исследование места крушения самолета, а также мониторинг сейсмической активности для предупреждения о рисках землетрясения или цунами. На соревнованиях побывал мой коллега Евгений Черемухин. Герои этих по-настоящему эпических видеороликов – юные инженеры и программисты. Уже совсем скоро выяснят, кто из них лучший робототехник. Соревнования конструкторской мысли – ничто иное, как региональный этап четвертых международных соревнований по робототехнике со сложным англоязычным названием Made Russia Far East Regional Role Competition. Площадкой для робототехнических соревнований служит бассейн Морского государственного университета. Сейчас здесь тишь да гладь, но это только так кажется. В задачи ребят входят действительно сложные взрослые вещи. Телеуправляемый аппарат должен собрать осколки импровизированного самолета здесь, починить сейсмодатчик там собрать генератор, поднять двигатель и еще много всего действительно сложного и требующего подготовки. Университет выделил ребятам отдельный бассейн, необходимые технические помещения, детали, а также провел обязательный, учитывая возраст большинства участников, инструктаж. Ведь многие роботостроители еще школьники. Да, они разделяются именно по возрастным категориям и по сложности выполнения задач. Поэтому у каждой группы своя возрастная категория и своя область и специфика выполнения миссий. В этом году соревнования пройдут в трех классах. Эксплорер, рейнджер и навигатор. Первые два именно телеуправляемые, то есть оператор в реальном времени должен рулить машиной. Тогда как навигаторы заранее программируются, но и у них есть свои специфические миссии. Одной из задач ребят, проектирующих автономные аппараты, будет прохождение через трубу под водой. Несмотря на то, что для данного класса пока не предусмотрен международный финал, а категория рекомендуется для участия школьников пятых-восьмых классов, здесь царит строгая дисциплина и распределение обязанностей. У нас в команде два программиста и я инженер. Вот этот робот, его собирал лично я. Они мне помогали, конечно, но где-то процентов 80 в сборке робота этим занимался я. Сегодня основной этап соревнований еще не начался. Целый день различные команды, включая навигаторов, осматривают арену импровизированных боевых действий. Калибруют аппараты, обкатывают подводные трассы и вообще привыкают к бассейну. Самое главное, говорят конструкторы, обеспечить аппаратам стопроцентное самостоятельное всплытие. После балансировки теперь мы должны проверить, удачно ли я ее настроил и будет ли он всплывать и погружаться при подаче на него, на его мотор и мощности. Эксплореры и рейнджеры примут участие в робобитвы днем позже. Ребята из этих категорий последние полгода полностью своими силами собирали подводные аппараты и лишь их собственное мастерство решит, кто же окажется сильнейшим представителем робототехнической мысли. Евгений Черемухин, Сергей Дулатьев, новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Арини Карпова из Приморья требуется помощь. Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» открывает срочный сбор на препарат «Рапамун». Проект памяти, посвященный подвигам фронтовиков и всех тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Восьмой канал продолжает проект от первого лица. Краевой фестиваль ГТО стартует во Владивостоке. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Арини Карпова из Приморья требуется помощь. Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» открывает срочный сбор на препарат «Рапамун». Проект памяти, посвященный подвигам фронтовиков и всех тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Восьмой канал продолжает проект от первого лица. Краевой фестиваль ГТО стартует во Владивостоке. Праздник со слезами на глазах. Одним из первых городов России День Победы отметил Владивосток. Торжественные мероприятия всегда начинаются задолго до 9 мая. Как Владивосток готовился и как прошло празднование 73-й годовщины Дня Победы в материале Светланы Садовой. День Победы Владивосток начал отмечать одним из первых в стране. К памятной дате готовились задолго до праздничного дня. Торжественные мероприятия проходили по всему Владивостоку и Приморью. От детских садов и школ до выставочных залов, парков и скверов. Пусть войны на семье совсем зовут и никогда не повторятся снова. И в каждом доме будет счастье и уйдут, и люди не останутся без дома. Выставку в рамках проекта «Живи и помни» открыли 4 мая в средней школе номер 62 специально для юного покорения. Героев комиксов Марвела знает каждый российский школьник. А вот героев Великой Отечественной войны узнают с трудом. Хотя практически в каждой семье есть прадед-фронтовик. О моем прадедушке мне рассказали, мои родители рассказали, сколько лет ему было, когда началась война. Ему было всего 15 лет. Он пошел на фронт в 1942 году. Был пулеметчиком, был ранен, лежал в госпитале, но оттуда сбежал всего за неделю. У него было очень много медалей, но они, к сожалению, не сохранились на данный момент. Эта выставка – отличный повод для молодого поколения узнать историю семьи, узнать о героях, которыми были их прадеды, рассмотреть пожелтевшие фото родных, когда-то юных и полных сил. И, может быть, прочувствовать ту непростую судьбу, которая выпала на долю тех, кто попал в горнила самой кровопролитной войны в истории человечества. В семьях это все равно живет, и память всегда есть. Если мы говорим о проекте, нам не нужно было детей как-то уговаривать, чтобы они приняли в этом участие. Они с большим удовольствием делали это сами. 8 мая на первый путь железнодорожного вокзала прибыл поезд «Победы». Целый состав с военной техникой. На платформах легендарная «Катюша», противотанковая 45-мм пушка образца 1942 года и грузовой автомобиль ЗИС-5, так называемая «трехтонка» во главе состава паровоз. Его построили в 1951 году на Ворошиловском заводе имени Октябрьской революции. Почетными пассажирами паровоза стали ветераны Великой Отечественной войны и Дальневосточной железной дороги. Песня «Катюша» Проект «Локомотива», который носил официальное название «Победа», разработали в конце Великой Отечественной войны. Паровозу присвоили серию «Л» по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского. 9 мая ретро-поезд «Победы» впервые прошел от вокзала до корабельной набережной и встал напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56». Эта традиция будет соблюдаться каждый год. Я надеюсь, наших ветеранов будем чить память и всем потомкам, которые будем передавать вот эту традицию в городе Владивостоке. Свои ассоциации с Великой Отечественной войной представили приморские художники на выставке «Великая победа». В экспозиции более 30 картин. Все произведения объединяет одна идея. Мы все дети той войны, в которой участвовали наши отцы, деды и прадеды. Самая масштабная работа – пятиметровый диптих «Битва», который создал один из инициаторов выставки «Олег Подскочин». Один черно-белая фотография, другая цветная фотография. Этот персонаж – это просто я в два года, я тут как автор присутствую. Присутствие безоблачного детства в этом жестоком, вообще ужасном событии. Заметили, если все, по сути дела, все композиционно и все математически движется слева направо, здесь все наоборот, справа налево. То есть здесь все действия происходят на заход солнца, на запад. История выставки началась в 2015 году, когда был организован проект «Краски победы». В тот юбилейный год экспозицию разместили не в залах, а в палатках на Корабельной набережной. «Однозначно мне это интересно, и мы сопереживаем историю войны. Понятно, что мы, ну, допустим, мое поколение выросло на этом, воспитано на этом. Мы по-прежнему едины в том, что это великая победа российского народа. И речь только о том, какой ценой, и мы не хотели бы, чтобы это подавалось с неким восторгом». «Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!» «Ура!» Празднование 9 мая во Владивостоке началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона. Открыло шествие рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока. В парадном строю прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы. И личный состав – порт Артурской авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота. Более 50 единиц боевой техники проехало в составе парадных расчетов. После тысячи владивостокцев с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по улице Светландской. Жители Приморской столицы в шестой раз принимали участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Приморцы внесли свой неоценимый вклад в общее дело Победы. В каждой семье есть свой герой. В этом году портреты своих родных, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, несли более 35 тысяч горожан. И несмотря на то, что события тех лет уходят все дальше в прошлое, память о войне и ее героях с годами не меркнет. Светлана Садова, Екатерина Матвеева, Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Великой Отечественной. За время войны Григорий Антонович лично похоронил 28 боевых товарищей. О боях, боге войны и артиллерии рассказывает полковник Григорий Антонович Вакулишин. 2 февраля 43-го года, мне не хватало 5 дней до 18 лет, был призван в Томское, в Ленинградское, но в городе Томское, артиллерийское зенитно-техническое училище. Закончил учение младшего лейтенанта в 44-м году и с июля 24-го года на фронт. Сразу поставили меня, значит, командиром приборного взвода в зенитной артиллерии. Взвод девушек, 14 человек девушек, а правда помощник командира взвода, парень, мужчина был. Я этими девушками командовал. На второй же день, как я приделал этот взвод, налетают немцы, убивают у меня насмерть сразу одну девушку, а вторую тяжелоранить, она к вечеру тоже померла. Еще в феврале месяце 45-го года пришлось участвовать в бою против танков немецких. Один участок очень тяжелый, и там был такой, где немцам обязательно надо было им овладеть, потому что это дорога. Пошли, ну, нас поставили 6 пушек, ну, и кроме нас, конечно, все противотанки, артиллерии, минометчики стояли, не только наша батарея. На батарее 6 орудий, 47 человек. 9 немецких танков шло против нас. Стреляли мы, стреляли. Бой продолжался около полутора часов. Мне из немцев осталось на поле боя, значит, 5 пушек, 5 танков. Остальные там загорели, где ушли. Из нашей батареи из 6 орудий в боевом строю осталось только 2 пушки. Из 47 человек живых осталось только 18 человек. Остальные все погибли. Из этих 18 человек только 2 человека, они были ранены. Остальные все были ранены. В том числе я был ранен. Осколок мне попал в спину. А на фронте, там нельзя без друзей. Потому что даже Суворов еще такой кризис давал. Сам погибай, товарищи, выручай. Это больше всего старайся помочь товарищу, а он поможет уже тебе. Восьмого, ну, под 9 мая, под Кенисбергом. Снякоть, дождь такой. А мы на походе. На машинах сидим, значит, колонна машин. Колонна остановилась. Слышим, значит, там впереди начали ракеты пускать. Думаю, что такое? А потом слышу по всей колонне. Победа, что немцы капитулируют. У кого что было, кто пистолет, винтовки, автоматы, все начали стрелять. А 9-й потом опять днем уже солнышко взошло, значит, нам давали только по 100 грамм на фронте. А тут, значит, 7 по 200, 9 мая. Ну, тут все были общие униживания. Ветеран, участник войны, вам скажет, что самая дорогая для него награда из всех орденов, это та, которую он непосредственно в бою заработал. У меня самая дорогая награда – это медаль за отвагу. Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» открывает срочный сбор на препарат «Рапамун» для Арины Карповой. У девочки венозная ангиодисплазия лица – это сосудистая опухоль, которая на данный момент неоперабельна. На консилиуме в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева приняли решение продолжать лечение по протоколу с препаратом «Рапамун», благодаря которому опухоль не растет. Его стоимость за упаковку – 58 тысяч рублей. Сейчас Арине Карповой нужно 6 упаковок «Рапамуна» стоимостью 276 тысяч рублей. Арина живет в Октябрьском районе Приморского края. В ее семье еще двое детей. Постоянные поездки на консультации и лечение в Москву, оплата проезда и проживания – все это слишком дорого для родителей 7-летней девочки. Купить препарат сами они не смогут. Причислить деньги для Арины и узнать о ней больше можно на сайте фонда «Сохрани жизнь». Главные новости Владивостока теперь в реальном времени в интернете. Восьмой канал дает официальный старт своему новому сайту, адрес которого вы видите на экране. На сайте теперь можно смотреть прямую трансляцию эфира, а также отдельные программы и выпуски новостей. Отныне можно подписаться на любимый проект нашего производства и смотреть только его, причем без какой-либо рекламы от YouTube. Наша команда подготовила максимально простой для восприятия дизайн страницы, на которой легко найти интересующую вас передачу, контакты и информацию для рекламодателей. Одна из главных новинок – возможность предложить свою новость, за которую в случае ее дальнейшего выхода в эфир вы можете получить 1000 рублей. Будьте в курсе событий и живите в одном ритме с городом на сайте Восьмого канала. С 11 по 20 мая в Приморье пройдет гастрономический фестиваль, посвященный одному из ценнейших продуктов дальневосточной кухни – приморской мидии. Во время фестиваля подавать свежие мидии по специальной волне бюджетной цене будут 12 заведений Владивостока и находки. Гастрономический фестиваль мидии проходит в Приморье впервые. И как фестиваль зимней рыбы тайги, гребешка и краба является частью годового календаря событий дальневосточной кухни. Напомним, что даты фестиваля мидии выбраны не случайно. В это время приморская мидия – самая вкусная и полезная. В первой половине мая моллюз готовится к нересту, набирает вес и становится особенно богат микроэлементами, минералами, витаминами группы В и аминокислотами. Кроме того, за счет особого состава воды Японского моря приморская мидия отличается от европейской более ярким вкусом, большим содержанием йода и минеральных солей. Раскрывать вкус нашего региона и представлять гостям героя фестиваля мидию каждое заведение будет по-своему. Поэтому в дни события стоит попробовать несколько интерпретаций медийных изысков. В дни фестиваля можно будет попробовать даже печенье из приморского моллюска. Есть у фестиваля еще одна задача – создать культуру потребления местных продуктов. Ведь чем ближе растет, обитает к нам продукт, тем он для нас органичнее и полезнее. И к новостям спорта. Краевой фестиваль ГТО стартует во Владивостоке. Выполнять нормативы комплекса будут школьники со всего Приморья. Стадион «Строитель» примет финал популярных соревнований по бейсболу и софтболу. И еще ежегодный футбольный турнир «Лакобол» объединил на старте 16 краевых команд. Подробнее обо всем этом Максим Яковлев. Краевой фестиваль «Вперед!» в ФСК ГТО стартовал во Владивостоке. Вплоть до 13 мая учащиеся в возрасте 11-15 лет будут выполнять нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Все испытания будут принимать спорткомплекс «Олимпийц», стадион «Динамо», а также стрелковый тир МБУ. На соревнования приехали 15 школьных команд со всего Приморья. Все они предварительно прошли муниципальный отбор. Напомню, что участники, выполнившие нормативы комплекса, будут представлены на награждение знаком отличия. Вдобавок, из числа победителей и призеров краевых соревнований сформируют сборную команду, которая поедет на всероссийский этап фестиваля ГТО в Международном детском центре «Артек». Финал «Золотой ловушки» пройдет во Владивостоке. Проект традиционной всероссийской спартакиады по бейсболу и софтболу вновь набирает обороты. 12 мая стадион «Строитель» сначала примет на своей площадке финальный этап среди школьных команд города. Здесь до решающих игр добрались сборные 44-й, 53-й, 52-й и 77-й школ. Они будут решать, кто выступит на региональном финале, который пройдет в этот же день. На краевом отборе себя покажут также любители бейсбола и софтбола из Анисимовки и Чугуевки. Как отметили организаторы, Владивосток и Приморский край начали этот проект в 2017 году, по сути, опередив Интернациональную Федерацию и став законодателем моды на простейший бейсбол для новичков. Увидеть игры школьных команд и развязку спартакиады можно будет 12 мая с 10 до 14.00. Юные приморские футболисты вновь борются за награды локобола. Региональный этап популярного международного фестиваля стал в этом году рекордным по количеству участников, которыми, к слову, являются парни 2007 года рождения. Сами соревнования будут идти до 13 мая на стадионе «Юность». Спор за награды, а также за единственную путевку на дальневосточный этап этого престижного турнира ведут 16 команд из Владивостока на ходке Усырийска, Артема и поселка Трудовое. Главными хозяевами выступают три состава «Луч энергии». На первом этапе участники сыграют в четырех группах по круговой системе, а затем начнутся игры плей-офф. Напомню, футбольный фестиваль «Локобол» ежегодно объединяет тысячи юных игроков из России, Литвы, Болгарии и других стран. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. К побережью бухты Горностай прибило масляную пленку, загрязнены локальные участки. На месте работают специалисты управления по делам ГО и ЧС. Взяты пробы для проведения анализа. Второй международный автосалон «Владивосток» открылся на площадке «Приморское кольцо». На выставке не только представлены новейшие автомобили и мотоциклы. Также там проходит и насыщенная деловая программа. 30 российских вузов выставят своих роботов на первые всероссийские соревнования по морской робототехнике, которые пройдут во Владивостоке с 19 августа по 5 сентября. А в эти дни во Владивостоке юные инженеры и программисты выясняют, кто лучший робототехник на площадке МГУ. Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке с 14 мая. Специалисты филиала «Приморская генерация» проверят надежность теплотрасс, выявят места вероятного возникновения порывов и течей устранят неисправности. Единый госэкзамен во Владивостоке в этом году сдадут более 2000 учеников. Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлены 18 пунктов. В городе проводят семинары для тех, кто хотят стать общественными наблюдателями. С 11 по 20 мая в Приморье пройдет гастрономический фестиваль, посвященный одному из ценнейших продуктов дальневосточной кухни – Приморской Мидии. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Мировая премьера фильма «Ольги Зуевой на районе» состоялась 27 апреля на кинофестивале в Ричмонде, штат Вирджиния. Это первый русский фильм, который попал в основной конкурс в истории фестиваля, о чем в своем инстаграм написал актер Данила Козловский. Фильм на районе снимали во Владивостоке. В российский прокат фильм выйдет осенью 2018 года. Заявленный бюджет картины составил 60 миллионов рублей. По сюжету главные герои Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос «Кто ты?». Официальный трейлер картины прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok